Праздник Евангелие от Луки, стих 25 «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем». Эти слова мы читаем после повествования апостола-евангелиста Луки о обрезании Господнем. Действительно, праздник Сретенья завершает собой череду зимних праздников, начинающихся Рождеством Христовым, далее обрезание Господне, наречение имени Иисус, позже праздник Богоявления, крещение Господне, и вот, наконец, Сретенье. Хотя эти праздники разделяет около 30 лет, но именно по достижению 30-летнего возраста Господь вышел на общественное служение свое, явился на реке Иордан со свидетельством от Отца, и при сходящем в виде голубя Духи Святом на Него, но событие Сретенья следовало по хронологии через 30 с небольшим дней после обрезания Господня, через 40 дней после Христового Рождества. Разные вещи — обрезание мальчика новорожденного и наречение ему имени, и принесение на 40-й день за перворожденного в семье мальчика некая выкупа в напоминание о том, как некогда Господь, устраивая выход евреев из египетского плена, поразил первенцев египетских и уберег всех первенцев еврейских, не допустив никому из них погибнуть. И в благодарении воспоминания об этом было положено на времена будущие иудеям на 40-й день являться после рождения мальчика, первенцев в семье, являться в храм, чтобы принести жертву Агнца непорочного, либо, если семья бедна, двух голубиных птенцов. Появление в Иерусалиме, в Иерусалимском храме святого семейства было приуготовано Духом Святым, и тот Симеон, о котором повествует 25-й стих 2-й главы Евангелия от Луки, и есть Богом установленный, встречающий, не только от своего лица, но от лица Ветхого Завета. По преданию, этот Симеон был сверхъестественным долгожителем. Он прожил на земле около 300 лет, живя при египетском царе Птоломее, возжелавшем получить перевод на греческий язык пророческих книг израильских. Он был среди книжников, среди мудрецов, переводчиков, которые в числе 72-х переводили пророческие книги на греческий язык. И тогда его посетило сомнение при переводе пророка Исаии «Слов все девы во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». И желая написать молодая женщина, ибо не свойственно деве родить, он встретил к тому препятствие. Ангел остановил руку его, и было ему возвещено, что не увидит он смерти до тех пор, пока не увидит своими глазами исполнившееся пророчество о рождении от Девы Спасителя мира. Потому и уже присыщенный годами Симеон прилежал непрестанной молитве, совершая жизнь свою в крайнем воздержании и полной богопреданности, и был Духом Святым приведен в этот момент в Храм Божий для того, чтобы встретить святое семейство. Об этом и возвещают следующие стихи 2 главы. «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал». Потому и на иконе Сретенья часто богомладенец изображается не на руках Пречистой Девы, а на руках Симеона. Ибо в этом и состоит таинственная и благословенная встреча, что старец простирает руки и приемлет на них младенца, которого исповедует как своего Спасителя и Создателя. «Ныне отпущаешь, и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, як и видисто очи мои спасения твое, ежи и си уготовал пред лицем всех людей свет во откровение языков и славы людей твоих, Израиля». Так звучит эта произнесенная Симеоном молитва, обращенная к Богомладенцу, покоящемуся на его руках старческих. Нам потому удобно читать это изложение на церковнославянском языке, что оно у каждого на памяти, ибо ежедневно на вечерне, в ее завершении, мы слышим эту молитву в нашей последовании богослужебном. И к тому же, всякий день, когда мы причащаемся к Святых Христову к Таин, благодарственные молитвы также в своем завершении имеют и эту молитву. «Ныне отпущаешь, раба твоего, владыка, каждый из нас себя невольно поставляет и на место Симеона, богоприимца, который сподобился приять на руки, а мы, в самое средостение естества нашего, принять самого Спасителя, причащаясь его при чистых теле и крови». Эта молитва раскрывается по своему содержанию и смыслу в некоторых и последующих богослужебных текстах этого дня. Так, например, на девятой песне канона «Утренние» стихи многочисленные, которые сопровождают тропари канона. От лица Господа такие произносятся слова. «Не старец меня держит, но аз его держу, той бы от меня отпущение просит». Господь представляет подлинную духовную реальность, которая состоит в том, что явившийся младенец, кажется, беспомощный, еще и ничего не могущий предпринять, является тем, кто предпринял свои творческие усилия для бытия всего мира и явился не нуждающимся в попечении, а сам промышляющий обо всем. «Не старец меня держит, но я держу его». И это подлинная духовная реальность, перед которой нас поставляют всегда чтение этой молитвы «Ныне отпущаешь, и раба твоего владыка». Только с исповеданием Креста Спасителя, пришедшим в мир Мессии, мы приобретаем в душе нашей мир благодатный, которая служит к вечному спасению нашему. «Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем». Иосиф в этой встрече принимает скромное участие. На иконе обычно он изображается позади Пресвятой Богородицы и в благогомейном молитвенном устремлении к Богомладенцу, изумляясь той тайне спасения человечества, которая совершается при их участии. С причистой девой, с его мнимой женой и обручницей. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матерь его, «Се лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». При всех тех удивительных откровениях и величии, которому теперь призвана Пречистая Дева, ей предрекается и великое страдание, которое неизбежно для нее, как матери, того, чья участь пострадать за грехи всего человечества, быть преданным, умерщвленным, погребенным, но в воскресении своем явить победу Бога над властью греха и смерти, но надлежало Божьей Матери более всех других явить скорбь и сострадание сыну своему при тех страданиях, которые надлежало ему испить полной чашей ради спасения рода человеческого. Знаменем Пререкания он называется потому, что и сам Израиль восстанет на своего Бога и Покровителя, сопротивляясь Богу-Сыну. Откроется содержание сердец многих, ибо там, где лукавство свило себе гнездо, там, где земные проходящие мнимые ценности оказались выше боголюбия, непременно явится и отчуждение от Христа Спасителя. Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И вот мы видим иной святой образ, подтверждающий подлинность Духа Святого, говорящего устами Симеоновыми. И она, будучи праведницей, совершенная жизнь ее представлена в этих кратких словах Евангелия, которая также присоединяет свой голос в том же Едином Духе, исповедуя пришедшему Мессию. И она в то время, подошедшая, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Представляется Богомладенец как подлинный избавитель, и не так, как ждали иудеи только от римского владычества, но от власти греха и смерти. Он есть тот, о котором было с самого изгнания Адама и Евы из рая предречено Богом, что семя жены сотрет главу змия и явит победу для всякого желающего ее получить, явит возможность этой победы с Господом является в мир мир с Богом, является возможность возвращения нас в Эдем сладости, некогда потерянный первозданным Адамом. Этот праздник является великим торжеством, именуемым господско-богородичным. В нем есть элементы как господского праздника, так и праздника в честь Богородицы. Сам тропарь праздника обращается к Богородице в молитве «Радуйся, благодатная Богородица, Дева, из Тебе, Богосия, солнце, правда, Христос, Бог наш». А Христос именуется просвещающим всякого человека, грядущего мир, светом истинным, и потому и в богослужении используется как белый цвет, присущий господским праздникам, так и синий, присущий богородичным. В литургическом последовании имеется входный стих, как при господском празднике, при малом входе, но при этом нет праздничных антифонов, как при господском, но как при богородичных, бывают изобразительные, с блаженными, на которых читаются тропари из праздничного канона. И некоторые другие отличия этого дня действительно являют удивительное и великое торжество, в котором радость о Господе явившемся соединяется в наших благодарных молитвах к Пресвятой Богородице, и праздник этот призван уже приуготовить нас к вступлению в Великий Пост, в котором мы уже лицом к лицу встретим и сердцем своим призваны обнять голговские страдания Спасителя и его светлое спасительное для всего человечества воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok